Наверное, в Ставрополе тяжело будет найти человека, который не знал бы о школе Олимпийского резерва имени Василия Скакуна. Три месяца назад ее здание переживало не лучшие времена. Холодные залы, потрескавшиеся стены и даже деревянные окна. Благодаря депутатам городской Ставропольской думы теперь здесь все по-другому. Год основания школы хорошо известен. Ее стены возвели в 1978 году. А вот вспомнить год последнего ремонта для работников здания оказалось непростой задачей. Статус спортивного учреждения безупречен. В этом году здесь занимаются более 230 детей и юношей различных возрастов. 12 из них уже сумели заслужить звание мастера спорта. Четверо имеют такой же статус, но уже международного класса. А если говорить о соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке, нельзя не отметить, что за всю историю проведения чемпионатов мира в этом виде спорта воспитанники школы ни разу не приехали без наград. Когда я приехал и увидел холодный коридор, что дети раздеваются в холодной раздевалке, что вся плитка отлетела, в зале стены замокшие, окна еще деревянные и так далее. Ну, как можно добиваться таких результатов в таком зале? В зале уже не пахнет лаком и краской. Ремонт окончился почти три недели назад. За время реконструкции здесь заменили окна, отделали стены, оборудовали раздевалки. Всего на ремонт школы было выделено более двух миллионов рублей. Позаботились и о родителях. Раньше дожидаться конца занятия им приходилось в коридоре. Теперь здесь появилась специальная комната для этого. Здесь можно удобно расположиться, пока юные спортсмены учатся устанавливать мировые рекорды. Прекрасный зал. Тогда это было как-то все образца Советского Союза деревянными этими. И теперь это настоящее спортивное сооружение, в котором все-таки внешние формы, хотя главное это внутренние, мы понимаем, но тем не менее внешние формы тоже важны. День осмотра и ремонта выдался для школы довольно насыщенным. Спортсмены принимали самых различных гостей. Главу Ставрополя Георгия Калягина, депутата городской думы Геннадия Тищенко, журналистов из различных компаний. Среди гостей были и те, кто посетил школу исключительно из профессионального интереса. Это делегация спортсменов из Крыма. Слава о Ставропольской школе для спортсменов Василия Скакуна вышла далеко за пределы краевого центра. Поэтому, когда акробатам российского полуострова выпал шанс побывать здесь, они согласились, не раздумывая. Да, конечно, мы будем обмениваться опытом. Как неоднократно прозвучало, иностранцы в школе – обычное дело. Василий Скакун пояснил, что самыми ярыми противниками россиян на чемпионатах мира являются американцы. Немаловажно то, что их юношеские сборные частенько тренируются в Ставропольской школе Олимпийского резерва. Поэтому ремонты здесь будут рады не только местные, но и зарубежные спортсмены. Анастасия Романова, Роман Солодовников и Владимир Кириллов. АТВ Ставрополь.